О, 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 ты что, ты что, как, скользить, проскользить, бежим, беги, 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 пацан, беги, о, 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 о. Всем привет, добро пожаловать на канал Телеплик. Сегодня мы с вами поиграем в Little Nightmares, но, короче, как оказалось, я тупой. Я почему-то думала, что нет пока что продолжения, но оказалось, оно есть в качестве DLC, Поэтому я скачала DLC, и сегодня мы будем с вами играть в эту игру, но только за другого персонажа, который здесь тоже имеет место быть. Поэтому, если вы не смотрели первую часть этой игры, то рекомендую вам ее посмотреть на моем канале. Если уже смотрели, то давайте смотреть вот это. А если хотите полного погружения, тогда нужно посмотреть все вместе, чтобы пазл сложился. Ну, че? Че хочу сказать? Тут не так все просто было разобраться. Оказывается, здесь нужно нажать выбор главы, когда ты установил DLC, DLC. Я очень долго это искала, и тут, собственно, вот у нас выкатывается вот такая вот штучка, и снизу, собственно, уже наш пацан, за которого мы и должны с вами играть. Вот. Мы можем играть как нашей барышней. Я, правда, не знаю, это, наверное, основная сюжетная линия, да? Вот. Поэтому давайте начнем сразу играть за мальчика, а потом, если что, посмотрим, как играть за девочку. Возможно, это новая какая-то сюжетная линия, которую мы с вами еще не видели. Но пока что у нас сегодняшняя цель – это пацан. За пацана мы с вами не играли. Данное прохождение текущей главы не сохраняется. Продолжить? Блин, че-то как-то... Вот я не уверена. А если мы начнем новую игру, у нас, наверное, начнется все сначала, да? Ладно, плевать, короче. Давайте работать с тем, что имеем. Плевать, что у нас летит сохранение, как бы срать бы на него. Пройдем, если что, еще раз пройдут. Лишний раз получу дополнительное удовольствие. Поиграю, потому что иногда я играю в игры. Честно, уже постоянно так вот играю-играю. Я не знаю, сколько я игр прошла. Так, и что это мы... В чем мы планы, дорогой? Ты знаешь, что это не бассейн? Это далеко не бассейн. Мальчик похож, знаете, на кого? На домовенка Кузю. Если кто-то смотрел старый СССР-овский мультик. Вот прям вот 100% один в один. Ой-ой-ой-ой-ой! Не надо! Так, кажется, меня какая-то мразь затащила под воду. Если кто не смотрел первую часть моего прохождения Little Night Mars, то рекомендую вам посмотреть. Все ссылочки будут в описании, скорее всего, даже на плейлист. Поэтому, ребят, если вам нравится эта игра, welcome, типа... Ой, я уже и забыла, что тут как делать. Хоть бы мне дали хоть какую-нибудь намек. Так, сейчас надо нам с вами разбираться, что, как делать. Серьезно, я забыла. Так, прыгать А. Ускоряться это Х. Ага. Прыгать А. Хорошо. Ну, вроде бы все. А как нам залезть вот на такие предметы? Я забыла, прикинь. Господи, залезь, пацан. Может, нельзя залезть? А там что-то рука была, может, ее надо было взять? Может, было бы реально взять чью-то руку? Но нам явно не сюда. Ну-ка, идите, идите. Сейчас. Простите, я дебил, мне надо посмотреть управление. Так, клавиатура. На геймпаде. Так, фонарик Б, прыгнуть А, схватить. Вот, схватить, бежать. Фонарик, осмотреться, присесть, сказать. Вот. Ой. Что это? Все. Значит, Б, это фонарик, которого у нас пока нет. Вот эта штука, хватать, который курочек. И второй курочек, это краса. Ну, все, в принципе, теперь мы с вами азы вспомнили. Блин, мне кажется, эту руку надо было взять. Или это игрушка? Это, наверное, игрушка, куколка какая-нибудь. Ну, ладно, если что. Ничего страшного. Здесь, я поняла, можно собирать какие-то маски, судя по тому, что в дополнительном появились какие-то коллектаблы. Ну, давайте. Да начнется наше веселое приключение. О, давно не виделись, мразь. А руки-то ты свои отрастила. У нас как-то происходит. Наверное, в параллельном событии, в каком-то параллельном сюжете. То есть, мы, наверное, где-то вместе с девочкой убегаем параллельно. Он там кого-то тащит, смотри. Бедный ребенок. Они же их едят, вы помните, да? Они из них готовят колбасу и прочие прелести жизни, а потом кормят жирножопых, богатеньких людей, которые приходят на этот корабль. Все как в жизни, на самом деле. Ничего не меняется. А домовенок у нас пришел... По-моему, эта комната как раз нашей героини. Да? По-моему, мы начинали как раз в такой комнате. Но я могу ошибаться. Кто-то читал ладошки, кто-то заботливо оставил свои отпечатки пальцев. Да, да. Отсюда у нас выходила наша девочка. По-моему, она девятая или восьмая, не помню точно. Но если вы в курсе, поправьте меня, пожалуйста. Ой, пиявки не надо. Так, как бежать? На их сбежать. Да, да, ребят. На первом этаже у нас мы бегали девочкой в прошлой серии. Вот тут мы пробегали с вами, скорее всего. И тут мы теперь, видите, бежим поверху. Смотрим, что у нас есть наверху. Прикольно. Обещали то, что будет... Да, смотри, она у нас здесь... Она же у нас здесь поднималась. Блин, человек, который пришел сейчас и не понимает, о чем речь, тебе срочно надо смотреть первые части, чтобы понять. Я бы очень сейчас хотела, знаете, что попробовать? Я бы хотела добежать до того пацаненка, попытаться, попытаться, потому что... Беги, беги, дурачок, беги! Потому что, мне кажется, мы его спасем, я тебя спасу! Стой! Куда побежала? Куда побежала, мразь? Стой! Подожди! Что это? Кто это? Что это лежит? Вот меня из-за этой бабы убили. Там какой-то сверток лежит. Надо его как-то взять. Девочка убежала, вы видели? Мне кажется, вот эти сверточки, их надо реально брать. Давайте еще раз попробуем. Я думаю, что нет смысла идти в ту дверь. Ну, как бы... Логично, что надо идти за девочкой. Видишь девочку? Иди за девочкой, потому что мы самец. Самцы так по жизни и делают. Они ищут самку и действуют. Пришел, увидел, победил, как говорится. На самом деле, я все детство, когда была подростка, мечтала, что вот я возьму книжку, пойду в парк, буду читать ее. И рано или поздно ко мне подойдет какой-нибудь мальчик и будет интересоваться, что же я там читаю. Но не тут-то было. Мечты мои развелись как три копейки, потому что, ну вот, никто ко мне никогда не подходил. Да и в парке я особо не ходила, книжек не читала. Давайте вы отвернетесь, мистер Глазочек. Я хочу посмотреть вот эту куклу. Отверни, сетит, вашу мать. Бери ее. Беги, дурак. Беги. Все. Пошли посмотрим, куда эта девка-то убежала. Девочка. Да, здесь у нас реально бегала наша героиня из самого такого, скажем, начала, из первой части. Ну, это, это не продолжение, это DLC, вот, поэтому давайте скажем просто с начала. Капец. Ну, давайте уж поностальгируем, посмотрим, что тут есть. Быть может, я не туда бегу, но интересно же. Мы еще, кстати, не встречали гномиков. Возможно, их уже... А, все, я не могу сюда. Нет, могу. Чего ж ты тогда брешь? Блин, реально, прям смотри, все те же комнаты, только мы бегаем за пацана. Девочка, стой, стой, тварь, я тебя вижу. Подожди ты, стой. Дай я за тобой пойду. Ой, какая тяжелая клетка, тащи ее. Хотела сказать Феде, но это не Федя. Федя в другой игре. В маме симуляторе, жаль, что эта игра кончилась. Ну, вот. Возможно, когда-нибудь мы с вами ее... А, что это там вот за зелье такое интересное? Может быть, его можно выпить? Мне кажется, там какое-то зелье, которое можно выпить. Но мы этого пока что не узнаем. Давайте назовем его Кузи. Ну, потому что он реально похож на домоменка Кузи. Давай, прыгай и пополз. Да, етит не бросай. Я уже забыла, реально, управление. Давай, держи. Попробуем с вами сейчас прыгнуть. Нет, фигня, короче, не будем. Не будем пытаться. И мы же не в книжке Кэмерона про Алису в стране чудес. Где там всякие бутылочки для того, чтобы съесть их, выпить и стать большим или маленьким. Но я думаю, что мы с вами делаем правильно, раз... Ах ты, тварь. Я только сейчас поняла то, что, скорее всего, в той комнате, в которую в прошлый раз у нас пошла девочка из основной сюжетной линии, там, скорее всего, был какой-то секретик, который мы теперь с вами, естественно, прокекали. Ну, ладно, ничего страшного. Для этого есть всегда перепрохождение. А пока что мы просто вот что делаем, то делаем. Вот куда идем, туда и идем. Так, а как мне залезть? А, наверное, надо на коробке. Естественно. Ну, посмотрим, куда заведет этого пацана, на самом деле, его история. Но пока что, блин, ну нет, только не в канализацию. Давайте, ну... А гномика здесь нет, смотри, гномика нету. В прошлый раз отсюда выбегал гномик. Ну, у меня плохие новости, на самом деле. Сейчас будут кровососущие твари, скорее всего. В прошлый раз я там очень много раз помирала. Ой, нет, это эти самые. Это где чуваки здесь, да? По-моему, здесь какая-то херня плавает. Я вам отвечаю. Здесь плавает какая-то херня стрёмная. Да плывишь ты, что ты встал в трубу-то, дурачок? Сейчас тебя здесь захорчмят такого глупого мальчика. Иди, уйди, да залезь. Залезай, идти, чуваюши. Вот это... А, может, тут и никого и нет. Ну, лучше перебздеть, чем недобдеть, знаешь, как говорится. А как мне сюда залезть? Подожди, ну я же... Мне надо, наверное, что-то подкатить. Или мы в дырочку залезем сами? Да что-то как-то в дырочку не хотим. Значит, надо вот эту коробку проволочь. Нет, не надо. Что я делаю не так? Подожди. А, вот это, значит. Вот, вот это. Да не, не бутылку. Вот. Вот эту штуку нам надо с тобой как-то дотолкать, мой родненький. Возьми её. Нет, он её не... Вот, вот, взял, наконец-то. Наконец-то мы друг друга поняли. А то я жму-жму, жму-жму. А ты не хочешь. Я понимаю, что чемодан большой. У каждой женщины должна быть самая большая косметичка в мире. Но вот такая вот судьба мужиков, таскать за ней и её прекрасные вещи, чтобы она была прекрасной, красивой и упомрачительной. И все остальные тебе завидовали. Такова правда жизни. Хочешь красивую бабу, терпи. Давайте сначала сюда посмотрим, что здесь. Так, тут отупик. Хорошо. Мне чешется плечо. Надо почесать. Если у вас тоже что-то чешется, чешите. Раньше я говорила какую-то эпичную фразочку, услышанную от бабушки. Но сейчас забыла. А, чешьте, значит, почеши. Вот. О, смотрите, теперь у нас есть с вами фонарик. Возьми фонарик, что ты... Вот, спасибо, брат. Теперь мы можем с вами глядеть. Я даже вижу, что меня сейчас ждёт. Сейчас меня там будут ждать все эти самые тварессанные. Вот эти вот пиранюшки. Пилявочки. Пиявки будут сосать из меня мою кровь. Они будут меня засасывать, усасывать и есть. Давай, заходи, дорогой. О, лететь мою мамочку. Здрасте. Нарисовалась. Они какие-то быстрые стали, да? Отвечаю, они стали быстрее. Здесь не будет никаких приключений, надеюсь. Угодно. О, о, о. О, о. О, о. О, о. Ты чё? Ты чё? Как? Скользить? Проскользили. Бежим. Беги, беги, беги. Пацан, беги. Пошла в очко. В очко. Чё-то как-то напряжёненько было. Чё-то как-то... Они это, прям вообще, ты погляди. Они шустрые. Они прыгают в своей воде вот этой. Вот они плавают быстрее меня. Но такого уровня у нас, кстати, не было. Я такого за девочку не помню. Тут кто-то разделся и решил уплыть. Я думаю, в воде что-то есть. Залази быстрее, дурачок. Нету никого? Да брешишь. Да по-любому здесь кто-то есть. Но не может же быть такого, чтобы тут никого не было. Или может? Мне кажется, игра усыпляет мою бдительность. У вас нет такого предчувствия? Ну, потому что как-то вот... Как-то пока что безопасно. За девочку нам давали меньше продуха, чем за этого мальчика. А пока что с мальчиком у нас какой-то, по сути, просто лает. Мы ползаем, лазим. Так, фонарик надо включить здесь. Это что это? Доска какая-то? Доска, доска, да? Ну, возьми. Взял доску? Иди, твоя мать, возьми доску. Не хочет. Ну, тогда давай. А как мне пролезть? А, наверное, вот так. Нет, а как? А, надо их отодрать. Ух, полбу получил. Правильно, получи полбу. А нехреня, я считаю. Побежали. Здесь, скорее всего, будет какая-нибудь мразь. Ну, не может же быть так. Здесь слишком много воды. Тут, скорее всего, будет что-то плавать. Скорее всего, то... О, 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 началось говно. Потекла моча по трубам. Смотри, смотри, ко мне что-то плывет. Ко мне что-то, идите, вашу мать, плывет. Быстрее залази. Быстрее залази. Там какая-то мразь. Мы не хотим с ней сталкиваться. Не хотим с ней никаких отношений. Вообще, никоим, мать ее образом. Пошла она куда подальше. Вот здесь, по-моему, что-то лежит. Нет? Вот как... Где? Вот ни гномиков, никаких коллектабелов. Ну, я понимаю, что тут у нас один только путь. Где я? Вот он я. И что? Меня сейчас ничего здесь не... Это медуза Гаргона, да? А что мы тут делаем? Наверное, в них надо швырнуть. Я думаю, что так и надо. Давай швырнем. Как кидать, кто помнит? Ой-ой-ой-ой. Фу. Бежи. Да куда ж ты? Не в ту, в другую сторону. От воды. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. А! А! Я же в домике была. Я была на этой... Как она называется? Етить. Вот так вот кинули. Не потревожишь говно, оно поползет. Так что вот вам мораль на сегодняшний день. Не трогай говно, вонять не будет. А как же мне быть? Наверное, надо сразу прыгать. Давайте попробуем сразу прыгать. Я, конечно, думаю, что это плохая херня. Но мы прыгнем! Прыгай! Да дебила кусок! Пацан, ты дурак. Ты дурак. Ты понимаешь? Надо было прыгать в дырку. Видишь дырку? Иди к ней. Это тактика. Тактика, которой нужно придерживаться. В любом возрасте. В любом возрасте. В любое время действуем вот так вот. Может, надо в воду, но мне кажется, они... А! Все! Я понял! Тут нужна тактика. Сейчас покажу. Смотри. Тактика называется пьяный воин. Потому что... Нет, обоссанный воин. Потому что он боится. Мы вот так вот бежим. Вот так, смотри. Вот так вот бежим, бежим, бежим. Глисты за нами. Всякие эти говнюки. Залази в дырку. Оп, и все. И мы все с вами в домике. И червяки нам ничего не сделают больше. Они не имеют права. А можно на тебя посмотреть, красавчик? Он какой-то этот, анимешный. Он какой-то такой интересный. А сюда можно, да, заходить? Гномик! Гномик! Я слышу гномика! Гномик! Где гномик? Я тебя слышу. Чего притворяешься-то, гномик? Опять вода. Очень много воды. Мы в каких-то на нижних уровнях. И здесь одна вода. Но... Заметили, как немножечко поменялась детализация... Ой, ландшафта, господи. Уровней. Если в первой части у нас было, по сути, все параллельно, то тут можно ходить вперед-назад и к экрану от экрана. То есть, в принципе, вот такая вот система. Немножечко разбавили, скажем так, вот эту фигню. Не стало платформенности. Да, я умею объяснять. Всегда умела, гордилась этим. Не теребиться, не хватает сил. Кашу мало ел, но оно и видно. Слишком ты дрещавый, пацан. Не зря в детстве говорят, кашу ешь, а то ты не выросишь. Или тебя переступили, поэтому тоже не вырос. Ну тогда у нас... А, по-моему, сюда кто-то сбежал, нет? Ну-ка иди сюда, тварь. А кого ты там видела? Где все гномики? Я слышала гномика. А, надо сюда прыгать. Ну давай. Все. Завели какой-то генератор. На кой хрен, непонятно. Но теперь у нас, по идее, теребится рычажок. И что у нас течет вода. Ага. Я так понимаю, она сейчас должна дотечь до уровня, чтобы мы могли залезть вот в этот трюм. Правильно? Давай, глупец, плыви. Прикольно. Вон там что-то стоит. Кто это? Это какой-то человек. А фонарик нельзя, да, Вадя, включать? Я вам отвечаю, там что-то есть. А, это бутылка. Господи, это бутылка. Это обычная ее бутылка. Ну-ка, давай залезем на бочку. На всякий случай. Прислушаемся. Я слышу что-то не очень приятное. Что-то не очень приятное издает противные звуки. Давай прыгай. А что, по лестнице мама не учила подниматься? Спасибо. Научила. Я слышу, здесь кто-то издает какие-то звуки. Кто здесь? Где гномики? Сохранение произошло. Ну, значит, сейчас все и начнется. В основной игре тоже так начиналось. Сначала лайтовенько. Во-во-во-во-во. Я вам что сказала. Вот оно говно и полилось. А, мы с вами видели эту шмару, когда играли за девочку. Она тоже здесь плавала и бурлила в воде. Просто как бы на толчок, на толчок, быстрее на толчок. Ой, все, съела нас. Съела мразь. Это русалка. Ариэль уже не та. Она испортилась. Вот бывает. Ариэль уже не торт. Я возьму с вашего позволения чайку. Хочу чаю. А, вкусный чаек. Так, надо вот только от проводов убрать, а то я сейчас себе устрою здесь пир на весь мир. И клавиатура попьет, и не клавиатура, а все попьет. Я и так, этот коврик, он же у меня серенький, если вы подписаны на мой канал Наталья Володина. Там я снимала обзор на то, когда мне Razer прислали, ну, вот это оборудование для того, чтобы играть в летсплей и во всякое покое. Вот, и они мне вместе со всем прислали коврику. А-а-а! Слышь, не пошла б ты в очко! Едить ты, дура, тупая, вошла нахрен, тупой дегенератка. Отвали, отвалила, отвалила, отвалила. Блин, прыгни от нее, она переворачивает мои бочки, е-майочки. Вот, так вот, этот серый коврик, он очень пачкается, я его стабильно пытаюсь мыть раз в две недели хотя бы. Ну, потому что чуть что, там ты ручкой прошел с шоколадкой, шоколадка капнула, все грязное там, я крашусь на этом столе, тоже такая же херня. Аналогично. Ну, тут я предлагаю нам просто сейчас сигануть. Сигай, сигай, е-м, дубина, дубина, лезь! Лю-лю-лю-лю-люлечки. Все, едь, уедь. А, она прям здесь, да так нечестно, а что она тут делает? Русалка, едите, вашу мать! Топит моего бедного пацана несчастного, у него и так жизнь вся через жопу, и так вся жизнь у него вот тут как-то так. Вся жизнь в воде. Это, это, русалки, аж 2О просто добавь воды. Только русалка в нашем случае какая-то конченная. Тогда, тогда работаем по тактике плыви, дурачок! А что ты тут делаешь? Да быстрее, поднимай, поднимай! Поднимай! Куда едите? Где он? Пацан, я тебе жопу надеру, я тебе отвечаю. Поднимай! Вся! Вот бутылка, разбивай ее. Что там? Вот они коллекто были. Значит, надо было эти бутылки собирать. Какую-то херню нашла. Вот так вот, вот так вот, понимаешь? А, давайте попробуем отвечать. Может быть, она типа такая... Нет, смотри, какая хитрая тварь, а. Пошла нахер! Давай, беги! Беги, глупец, залази их, быстрее! Быстрее! О, все, все, можно выдохнуть. Так, а тут кто-то у нас лежит в коробке. Какая-то брухля валяется, неясная. Хорошо. Бутылочки, значит, надо собирать. Значит, там тоже нужно было ее каким-то высером достать. Ну, ничего страшного. Достаем детский этот... Ну, как детские остатки, наверное. А, не трогай! Чего трогает-то? Блин, там это реально дети. Представляете, я только сейчас начала поймать. А оно опускается со временем или нет? Как думаете? Зачем? Все очень плохо, да? Когда ты тупой. Я поняла, что надо сделать. Видимо, нужно вот эту колбаску из деток, вернее, из остаток деток повесить таким образом, чтобы мы могли на нее прыгнуть и, собственно, зацепиться за крюк, а там дальше как пойдет. Ну, блин, надо сейчас постараться, потому что что-то у меня башка сегодня как-то хреново варит. Так, прыгаем, дорогой мой домовенок Кузя. Давайте, сейчас все получится. Значит, этот вардежный... Ну-ка, отпустила, мразь! Вот, видишь, можно сейчас чуть-чуть ее поднять. Нет, поднять, поднять, не надо опускать, надо ее поднять. Я думаю, что где-то так. Скорее всего, где-то так. Вот, она, по идее, наравне, и мы вот так вот, оп! Вот, видишь, как хорошо сделали? Вот так вот и надо работать. Куда ты? Ты че? И как мне... Прости, я ошиблась! Я ошиблась, прости мою ошибку! Нет! Нет, она не прощает ошибок! Блин! Тетя Люба, за что? За что ты так со мной? Она не простила мою ошибку. Но это не значит, что мы не будем стараться. Мы раскусили тактику, и мы будем ее с вами продерживаться. Давай, пацан, мы сбегим. Прыгай! Давайте, крутим. Реально, она, видимо, их подъедает, поэтому она их не хочет отпускать. Вот, вот так, да, оставляем где-то? Ну да, я думаю, что где-то так. Прыгаем. Цыпляшечка. Умничка, пацан, молодец. Прыгаем. Вот, теперь здесь надо, как сопля, разетоваться. И вот так, оп! Главное, не торопиться, потому что, когда я тороплюсь, рыба. Идите, фу! Еще рыба есть. И головка рыбы. А давайте мы полезем, типа, туда за рыбой, нет? Значит, нам надо, видимо, повыкидывать вот это все, да? Покормить ее барышню. Я так понимаю, что ее, типа, надо, да, отвлечь как-то. Быть может... Ну-ка, сейчас проверим. Да нет. А, да, смотри. На тебе, сварь, живи. Живи, сучка. Давай, пацан, плыви. Плыви, быстрее, 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 пока она кушает. Быстрее, пока она жрет. Быстрее, пока кушает. У нее обед. Бизнес-ланч. Кто-то оставил здесь свой башмак. И туалет. Башмачный... Опа, все. Тихо, простите. Простите, ради бога. Просто захотелось прыгнуть. Тут есть что? Может, какие-нибудь бутылки? Вижу только остатки чьей-то головы. Реально чья-то башка валяется, прикинь. А давай ее кинем. Это тыня? Да нет, это голова. Это реально чья-то голова. О, господи, я поиграла в баскетбол с чьей-то головой. О май гад. Такое себе. Ты такой думаешь, ой, шарик. Пнул его на ноге у тебя что-то. Конфетти какой-то подозрительный. Ну, давай. Нам хватит сил, я в этом более чем уверена. Идем аккуратно, балансируем. Держим баланс. И вот так вот. Где мои бутылки? И где эти самые? Чувачки-то. Чувачки где все? Где гномики-то? Или их уже пожрали всех? Особенные личности. А как же... А что-то ты... Толкай дверь. Че, не хочется? А как так? Надо, значит, нам каким-то макаром это, да? Я так понимаю, надо как-то достать до ручки, да? А, вот как. Все, все, вижу. Вижу тут. Оказывается, конструкция-то веселая. Называется... Я бы, да бы, да бы, да не успела. Ха, лох. Но тут бы, конечно, на клавиатуре мыши было бы гораздо... Удобнее это делать. И оп! Прыгнул! Умничка! А можно я не буду отпускать ручку? Пожалуйста. Можно я останусь вот так вот? Да может, я сейчас упаду? И оно начнется. А, нет, смотри, этой мрази тут нет. Ну, спасибо. Спасибо хотя бы на этом, что тут меня никто не будет изводить. Я так понимаю, надо вот этот стульчик. Хотя, может быть, мы сейчас сможем забраться здесь тоже нормально. Тут вроде как есть за что зацепиться. Да, есть. Но не надо, не надо. Вот надо подняться. Вот, умничка. Молодец. Хороший мальчик. Ого. Нормальный отсос. Ну, хорошо. Давайте спустимся. Давайте посмотрим. Мы не будем спорить. Куда нас ведут, туда идем. Опа, в ящике 100% вот в этом лежит гномик. Едите, машу мать. Гномик, наш первый гномик за эту серию. Первый гномик. Давай, тащи. Сейчас выпустим гномик. А может, там девочка. Так, а почему это я не могу? Серьезно? Хорошо. Давай, пойдем в обход. Как бы мне ничего не мешает. Я парень сильный. Ну-ка. Оп. Ну, давай. Кто там? Гномик. Ключ. А, а. Беги, беги. Да что ты? Беги. Открывай ее. Быстрее. Дурачок. Беги. Не надо. Пиявочка. Пиявочка. Не надо. Подумай. Зачем тебе, маленький кослевый мальчик? Да прыгай. Слышь? Ты что? Ты совсем что ли? Надо ползти. Видишь, лестницу вылезай. Жизнь, она подороже. Все. Здесь вроде нет пиявок. Слава богу. Очень как-то я плохо нахожу всякие в этот раз гномиков. Вот эти бутылочки. Всего лишь две пока что видела. Девочка меня саботировала. Так. Это, я понимаю, нужно толкнуть в воду. Якобы это будет мой пилот. Правильно? Ну да, логично. Оно, видимо, все под напряжением, да? Вроде бы уже все. Женщины здесь этой вашей экстравагантной нету? Хотелось бы в это верить. А, все. Типа тут был, оказывается, ящик. А-а-а. Или что? Как это? Подождите, я не понял. Мы сейчас с вами не сможем запрыгнуть слишком высоко. Значит, надо, наверное, еще раз набирать воду, чтобы они встали друг на друга. Или как? А-а-а. Все, понял. Я понял. Ребята, я тупой. Нам надо поставить вот эту фигню где-то вот здесь. Вот. Теперь смотри, что с вами делаем. Сейчас проведем краш-тест под названием «Допрыгну ли я?» Нет, я умираю, если так делаю. Ну-ка, еще раз. Ну, в теории допрыгиваю. Да, допрыгиваю. Значит, нам надо сейчас поднять все штуки и... Все получится. Ну-ка, тыкаем. Водичка наполняется. Ну что, за ВДВ или как? А уже потоком, да? Уф-уф-уф. Уф-уф-уф-уф. Перебрались. Вот и как получилась эта первая серия. Я могу сказать, что, как и первая часть, это DLC мне очень сильно нравится. Пусть мы играем здесь из-за мальчика, пусть здесь нету гномиков пока что, но тут есть, по крайней мере, бутылочки, которые можно разбивать и доставать из них какие-то секретики. Но какие, видимо, можно узнать только в главном меню. Если вам, кстати, это будет интересно, то напишите, чтобы я в конце игры, после прохождения, посмотрела, какие секретики мы с вами нашли, а какие нет. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, все ссылочки в описании, также на первую часть этого прохождения этой игры. А мы с вами увидимся уже очень скоро, всем пока!